подготовимся поставим тут тыковку ну а что по моему достаточно остается ждать так ну и где эти ведущие опять их нет это еще что за дела хоть на этот фон встань что ли а то не видно вот так лучше видно ну и кто ты а я сегодня заменяю этих самых ведущих мурзик и мандаринка взяли выходной но ведь сегодня день кошмаров поэтому сегодня я буду твоим кошмаром звучит жизнеутверждающий конечно зови меня просто ванесса да как хочешь назову вот только мурзик и мандаринка у меня еще получат в прошлой жизни была я немного светлее ядовитый цветок среди пафосных роз так значит репетиция вовсю идет да ну почему именно с ним потому так ну ладно возвращаемся к обзору и сегодня у нас будет не обзор сегодня у нас будет история о том как люди были суеверными а потому в кадре собираются все те животные которых когда-то люди считали за нечистые силы но только потому что они страдали меланизмом меланизм это усиленная пигментация у животных из-за чего их окрас приобретает максимально такой проникновенно черный цвет ну то есть их шерсть сразу хочу сказать что все то о чем я расскажу не имеет никакого отношения к реальности все это лишь человеческие суеверия ведь черный цвет почему-то и в одежде и в шерсти считался траурным как мы помним ну это в основном у европейской части населения а есть восточные страны где белый считается траурным цветом а потому будем ориентироваться на европейские мифы и легенды и начнем с черных кошек много кто помнит ту песню про черного кота говорят не повезет если черный кот дорогу перейдет но пока наоборот только черному коту и не везет и да это действительно правда считалось что если черная кошка перейдет дорогу то будет несчастье поэтому люди всячески обходили это место плевали через левое и правое плечо там еще что-то кидали через это место и в общем я еще даже не знаю что делали с несчастными кошками и несчастные люди но есть те кто действительно в это верил однако в англии считается большой удачей встретить черного кота заодно можете осмотреть эту фигурку пока я рассказываю считалось что коты помогают ведьмам что они они их магические фамильяры магический фамильяр это помощник мой какие они все милые да они мне правда помогают какая большая крыса а вот это мы сейчас и посмотрим как они тебе помогают все эти предрассудки конечно неспроста но только потому что если посмотреть на черного кота он и правда выглядит каким-то мистическим кажется будто в него вселилась какая-то нечистая сила с таким пронизительным взглядом черный цвет сам по себе даже в одежде он подчеркивает остальные цветные детали и на его фоне все становится более контрастным это мы и так видим на примере вот кота на фоне тыквы ну в общем понятное дело что его глаза были более выразительными чем если глаза обычной кошки из-за того казалось что это правда какой-то одержимый демоном зверь все это конечно неправда и суеверие но красота черных кошек не перестает удивлять и завораживать ну а древние славяне как и европейцы считали что черная кошка имеет особо сильную связь с миром нави если кому-то интересно я еще могу рассказать про строй миров у древних славян но пока просто знаете нафь это мир мир всяких темных духов это не предки там предки и земные люди жили в мире праве а вот люди которые не сами покинули этот мир они отправляются в мир нави как нижний слой астрала если кому интересно и считалось что черная кошка ну вообще любая кошка считалась проводником в астрал проводником в те иные миры но черная особенно сильно и считалось что да это очень плохо что черных кошек приносили в жертву перед тем как заселиться в новый дом в одном из углов квартиры чтобы символически уничтожить нечистые силы теперь мы понимаем насколько темными были те люди которые в это все верили но теперь теперь конечно же все иначе многие конечно до сих пор верят что черная кошка это зло но вы только посмотрите на их всех созданий какое тут зло это просто животное а может быть и не просто нас никогда не раскроют ну а теперь мое любимое поговорим о паршивых овечках да вот они красавцы красавицы почему их так боялись нет не только потому что они какие-то пугающие а потому что когда в стадии белых овечек появлялся один маленький черный ягненок считалось что это ягненок от самого беса именно поэтому людей которые не похожи на других часто называют паршивыми овечками такой один выбивающийся из всего остального окружения к слову нет я не хочу чтобы меня потом кто-нибудь в чем-то обвинил потому что тут ничего такого плохого нет я просто люблю черный цвет и мистическую тему и начнем пожалуй самый такой популярный считается что по одной из версий это это овечка от самого от самого демона который ну как бы сделал кое-что с овечкой чтобы у нее появился ягненок и так как он был нечистым не чистой силой ягненок получился похожим на него на самом деле это просто ягненок с меланизмом возможно такая мутация случилась и вот такой вот получился ягненок но конечно древние люди очень боялись таких животных и эти животные отличались часто буйным нравом не знаю правда это или нет но мне кажется все это конечно же суеверие а по другой версии черная овца это сама по себе ну сам бес пришел то есть это уже не ребенок бес а вот сам бес пришел стал овцой и вот такой вот теперь наводит непонятно что устраивает балаган таких овец как правило лишний раз не трогали от них предпочитали сразу избавляться что конечно не очень правильно я вообще вегетарианец поэтому я против того чтобы кто-то от кого-то избавлялся особенно если это в мире животных ну если это конечно творит человек таким овцам действительно доставалось к слову если коза сама по себе такой демонический символ коза не важно какого окраса не важно какого вида и не важно коза это или козер козел она считалась почему-то демонической не чистой а вот а вот черная овца сама по себе овца это очень светлый и добрый христианский символ но черная овца почему-то считалась почему-то считалась не чистой наверное из-за того что она обладала каким-то особо дурным нравом и просто выглядела пугающе правда у них глаза такие желтые и часто пугающие как я уже говорила это из-за того что создается контраст между глазами и цветом шерсти потому как сам по себе черный подчеркивает любые другие цвета поэтому такие вот дела но мы знаем что наши овцы и барашек в безопасности в нашем заповеднике и конечно волноваться не будем черный волк это и черная собака это опять же образы всякой нечисти собака почему-то долгое время считалось нечистым животным сейчас когда я все это говорю наверное может показаться что я реально во все это верю но нет я считаю что неважно какое животное совсем неважно какого оно цвета какого оно характера оно ведь животное а человек он на то и человек чтобы быть человечнее но к сожалению в наше время очень многое происходит наоборот и и человек теряет человечность а животные зачастую человечнее людей но вернемся к нашим черным собакам черные собаки считались воплощением самого сатаны и если вспомнить фауста то мефистофель является к фаусту в образе черного пса но все мы прекрасно помним эту самую кассиопею и вряд ли собаку вот с такими вот глазами можно посчитать за нечисть мне кажется это вообще самое глупое о чем можно что можно подумать о собаке потому что собака точно не может быть не чистой при том что она она друг животное которое еще не утратила веру в людей а волк это очень многозначительный символ и прошу прощения задернутую камеру черный волк это это может быть и оборотень который ну волколак у древних славян это был волколак это может быть и оборотень с волколаком или или какой-нибудь ведьмак который превратился в волка по-разному считали но в давние времена черных животных принимали за демонических точно так же как и рыжих людей принимали за за всяких ведьмаков колдунов чародеев и ведьм кто меня конечно знает о символике лошадей я уже рассказывала как-то но о символике черного коня или лошади расскажу кратко считается что на черном коне прибывает сама госпожа окончание надеюсь вы понимаете о чем я потому что это слово на ютубе говорить не принято а если быть точнее нежелательно также у древних славян правда это больше связано с кобылами черная кобыла вот если кто-то помнит песню мельницы ночная кобыла то это песня о виллах как где-то писали что есть такие ведьмы виллы они имеют лошадиные копыта которые скрывают под длинными юбками они заманивали парней в лес после чего расправлялись с ними вроде как то так это был такой особый вид ведьм с лошадиными копытами частенько они могли превращаться в самих в самих кобыл просто черная вороная кобыла они правда как вороное крыло с таком с таким синеватым оттенком черный синеватым оттенком называется вороным а тут то что такое происходит я хотела нормально закончить обзор что такое она первая начала но я тебе устрою так роль отыграете и все и свободны взаимно что же сегодня с вами была компания жертв суеверий правильнее будет сказать жертвы человеческих суеверий а также ржавое гончие и напоследок я хочу сказать не верьте всем этим суевериям потому что всех все их порождают люди а животные ни при чем и мы в ответе за тех кого мы приручили и не важно какого цвета наш питомец важно то что мы его любим и это взаимно но еще с вами были черты ведьма которые кажется кажется объявили друг другу бойкот я с ней не разговариваю я с ним тоже а репетировать кто будет ты замечательно до новых встреч ждите продолжение сериала новых обзоров и много всего интересного до новых встреч и и и Продолжение следует...